Областные соревнования по тяжелой атлетике начались в Петропавловске. Чемпионат объединил самых сильных воспитанников спортивных школ региона. Это подрастающая смена олимпийскому чемпиону Илье Ильину. О сильных телом и духом расскажут мои коллеги. Владимир Ермаков занимается тяжелой атлетикой второй год. За это время он твердо усвоил. Необходимо соблюдать технику подъема штанги. Спина прямая и напряженная, а вот руки напротив расслаблены. Весь штанги приходится на ноги. Именно поэтому и обувь специальная, ортопедическая, чтобы от перегрузки не сформировалось плоскостопие. Риск в этом виде спорта один из самых высоких, говорит Владимир. От небольших растяжений до инвалидности. Тяжелая атлетика ошибок не прощает. Кто не выдерживал, уходил. Но самые сильные, как и тренер, самые сильные остались. Сегодня на соревнованиях планирую сделать кандидатом в спорт. Нужно в сумме поднять 190 килограмм. В областных соревнованиях по тяжелой атлетике участвует 60 человек. Шесть из них девушки. Возраст участников 14-15 лет. Наталью Корнелюк сложно назвать представительницей слабой половины человечества. Она поднимает штангу весом 45 килограммов. Говорит, может и больше. Сегодня она не в форме. По идее я должна была делать 60 килограмм. Толчок и рывок 50 килограмм. Я это не сделала, потому что я болела. Соревнования проходят в областном спортинтернате. Зал тяжелой атлетики здесь открыли два года назад. Как мотиватор к победам здесь висит календарь с автографом Ильи Ильина, двукратного олимпийского чемпиона. За учебный год 7 кандидатов мастера спорта у нас в интернате. И сегодня, я думаю, еще два кандидата, дай бог, помост покажет. У нас уже есть пример Каза Байдар, который на сегодняшний день готовится к чемпионату мира, который пройдет в Америке. Хочу сказать большое спасибо федерации, которые постоянно нам помогают, спонсируют. И сегодня тоже также денежные призы будут за первое, второе и третье место. В состязаниях участвуют 7 команд. Ребята соревнуются как в групповом, так и в личном первенстве. Кого из них признают самым сильным, будет известно уже в эти выходные. Ольга Загоруйко, Дмитрий Желтышев, Новости МТРК.